Безработных на 29% за количество нерабочих дней, то есть до 1 миллиона 66 тысяч, то есть нам рассказывали про количество безработных около 700 тысяч, потом за число нерабочих дней на 29% и вдруг стало 1,660. Это как? Какие же 2,29? Это вдвое, в два раза количество безработных выросло. А вот в Минтруде ожидают рост числа безработных до 2,5 миллионов. Но я думаю, что та цифра, которая давалась раньше 6 миллионов безработных, а не 700 тысяч, там 730 что ли они называли, это точная цифра, более-менее оправданная, что было 6 миллионов. Сейчас, я думаю, цифра удвоилась, там порядка, наверное, ну если не 12, то 10 точно миллионов безработных. Другое дело, что это такая латентная безработица. То есть люди не идут никуда, не заявляют об этом, потому что понимают, что они получат от хрена уши. Вот чуть-чуть побежали те, которые поняли, что можно какое-то пособие получить. А некоторые, кто занимается какими-то делами, там, ну, работает по найму без оформления договора и так далее. Ну, таких очень много. Они вообще и не ждут того, чтобы какие-то учеты поставили. Потому что они понимают, если поставят на учет, значит, будут сосать с них бабки. А им зачем это? Вот МОДИС предсказала рост миграции внутри России из-за коронавируса. Агентство МОДИС. Ну, а тут, в общем-то, понятно. Ну, народ-то на местах выживает в какой-нибудь Пырловке. Как сейчас можно прожить? Да никак. Если ты не пенсионер, не получаешь пенсию, все, значит, ты должен уехать оттуда или жить на пенсию стариков. Поэтому совершенно очевидно, что территорию России расчищают. Расчищают под Китай, под других. Ну, китайцам нужна земля, нужно большое количество сельскохозяйственных земель. Китай – огромная территория. Половина России. Даже чуть больше половины России. Больше, почти 10 миллионов квадратных километров. А в России – 17. В Китае горы. Ну, в Китае есть очень много плодородной земли. Может быть, даже не меньше, чем в России. Но хочется же еще. Потому что китайцев много. Полтора миллиарда. А у них там горы, у них там пустыня, гоби. Там просто находиться невозможно. Как в пескоструйной машине находишься. Там 2-2 недели в году можно находиться, чтобы тебя... Не расплющил там этим песком и всеми остальными там делами. Потому что ветра и очень трудные условия жизни. Вот. И я помню, Алин, дедушка Анны. Он прошел всю войну Великую Отечественную. А потом еще вот через гоби проходил. Он был артиллеристом. Командиром батареи артиллерийской. И я его спросил. Он уже старенький. Совсем был незадолго до смерти. Я говорю, слышь, а... Что самое трудное-то было там на войне? Он говорит, через гоби пройти. Это человек, который прошел всю войну, до Берлина пошел. Через гоби было самое трудное пройти. Поэтому, конечно, сейчас спокойненько выдавливают людей из России. И отовсюду. Причем с достаточно хорошей земли, с хороших мест, чтобы заселять. Мы видим, это уже происходит и в Чувашии. Да везде, по всей России это идет. Не только в Сибири и Дальний Восток. Но даже вот по Волжу. Лавров предупредил о подорожании газа в Евросоюзе из-за ситуации с Северным потоком-2. Какой смешной, Лавров. Газа, я не знаю, хоть одним местом жуй. То есть, в Норвегии безумное количество газа не знает, куда деть. Потому что сами норвежцы газ уже не используют. Скандинавские и другие страны тоже отказываются от газа. Ну, пока еще получают. Например, Швеция использует газ от мусорных заводов. Которые они там при переработке получают и так далее. И то есть, ситуация совершенно жуткая. Да, газ не нужен никому. Цены на углеводороды падают. А газ как раз к ним тоже относится. И он очень-очень зависим от цен на горючее. На любое топливо. На нефть и так далее. И Лавров рассказывает о том, что цена вырастет. За счет чего она вырастет? За счет того, что они еще одну газовую трубу не кинули. Там вон Израиль газ добывает. Там Саудовская Аравия сколько газа. Так что там газопроводы прокладывают из Баку в Турцию. О чем речь вообще?